Итак, в Samsung всегда был встроенный диспетчер задач. Чистил он и оперативную память. Подчищал, так сказать. Но вот что касается Galaxy Note 7, то здесь мне нравится он гораздо больше. Итак, в разделе оптимизация мы видим батареи, память, ОЗУ, безопасность устройства. Это некое подобие клининг-мастер, утилиты, доступные в Google Play Маркете. Но своего рода все-таки сама и встроенная. А встроенная, это значит стопроцентно рабочая, стопроцентно хорошая, выполняющая свои обязанности. Итак, батареи, пожалуйста. Графа батареи показывает. Статистика. Это у нас самая старая возможность отображения разряда непримерного оставшегося рабочего времени. А вот то, что внизу, это уже интереснее. Здесь нам предлагают исправить приложение. Что такое исправить? Исправить это перевод этих приложений в спящий режим. То есть не в активном, а в спящий режим. И тогда они перестанут потреблять нашу батарею. Сейчас запущен скрин-рекордер, потому что я записываю непосредственно через него. Поэтому здесь просто 5 баллов. Мы все надоедливые, прожорливые приложения, которые пожирают батарею, переводим в спящий режим и будем спокойны за свою батарею. Что касается памяти, так же все по полочкам расписано. Документы, картинки, аудио, видео и, конечно же, кэш. Очистите это кэш. Так, ОЗУ. В принципе, тоже все подробненько описано. Замбрежено. Пожалуйста. И безопасность устройства защищена. Поэтому, что касается нового диспетчера задач и так далее, как его там, не знаю, назвать. Он находится на очень достаточно высоком уровне. И соответствует, конечно, девайсу. Очень здорово. Вот. Также хотелось бы отметить про облачный сервис Samsung Cloud. Вот он, смотрите. Использовано как раз из 5 гигабайт. Я в него занес контакты, календарь, интернет-закладки и данные с клавиатуры. Галерею с альбомом. И альбомы. Альбом тоже занес туда с Galaxy Note 4. Но так как на Galaxy Note 7 уже альбом, это альбом вырезок. Это раньше вы с пеном вырезали какие-то вещи. И все они сохранялись предварительно сначала в альбом вырезок, а уже из альбома вырезок вы могли переконвертировать в обычную фотографию. Теперь не нужно ничего конвертировать. Уже и так прям сохраняете изначально фотографию в GPS. Или в PNG. Но возможность все равно осталась такая. То есть приложение осталось альбом вырезок. Вы можете его скачать из Samsung APPS. Из Galaxy APPS точнее. И восстановить свои вырезки с Galaxy Note 4 или, наверное, с Note 5. Samsung Note это понятно, заметки и так далее. Тоже, опять же, ничего полезного у меня там не было. Поэтому я и не стал синхронизировать. Галереи видео изображений. Смысла нет, на мой взгляд, синхронировать. Слишком маленький все-таки объем. 15 гигабайт. Поэтому вы сами понимаете, что с учетом видео в 4К и так далее, это все не очень полезная была бы функция. Если было бы 100 гигабайт, то можно было бы туда впендюрить. Уж так будем говорить. А так для этого есть приложение Google Photo. Итак, следующее видео продолжим.